В вашем районе, это, наверное, не за вашу бытность, были нанесены тяжкие детестные повреждения студентов 5-го курса Романа Лосчеву Денису, который погиб. Там практически были на подозрении под районный посад и другие работники под районный посад. Значит, пошла ситуация такая, что, если пытается сейчас обвинить Сокуру, который принимал участие в графе и прочее, какая судьба, собственно говоря, на сегодняшний день посада, который непосредственно принимал участие, там были вечно, были взяты тряпки, были взяты обои, крови, потом это превратилось в кофе-украску. Значит, вам известно, что это такое? Вы знаете, если я сейчас точно ответил на ваш вопрос, я его обязательно... Да, да, чтобы я... Это практичная навыка работы по всем линам криминального блоку, блоку громадской безопасности, досконально основные нормативные и законодательные документы, которые регламентуют деятельность органов внутренних прав. На будьем профессиональных знаниях и доступах мило использую свои повсякденние работы. Постойно придяю увагу к увеличению своего взаимосвитного уровня. По характеру витриманный, равноваженный, ввечливый и уваженному отношению к громадян. Орестуется заслуженным авторитетом и повагой среди сотрудников районного отдела громадян коментарной района. Придяю собой увагу к обережению коррупционным проявам среди особого склада районного отдела. В начале 2005 года в Коментарном районе было зарегистрировано 279 злочин, что на 0,70% ниже, чем за аналогичный период 2004 года. Зарегистрировано 252 злочин загадокриминальности. Из них тяжких 75 на минус 33,63, особливо тяжких на минус 84, умысленных вбивствах на минус 90, хабиже минус 27. Так и зарегистрировано 27 злочином экономичная спрямованность. Минус 6,95. Из них тяжких 14,27, 27. У строевого отношения подполковник подтянута. Физично развинута добрая. Матеріальну частину зброи та порядок ее використання за засуванням знайдобра. Службову та державну таємницу зберігаються в милах. Працей у моєї сторожи. Украинською мову в поле. За місцем мешканья Фоменка характеризуется с позитивного гостя. На том поколекте у районі доційна дедача продовження службы в підрослі на займені посадки. Фоменка Миколаевна, дружина, маю сина та доньку. Діти навчаються. Дружина – робітниця. Дохід сім'ї на 2004-й складало 27 тисяч гривень. Фоменка Миколаевна має приватні властивиці у чотирьох кімнатних папіру. Також в переставальній СІУ мається автомобіль, який оформлений на цьому. Я це зробити, що ми просили. У начальник коментарного середовідео закінчили. Упаковник у цьому моменту заліву по уголові да фізичної професійній підготовці здав. Оцінити добре, фізичної підготовці – задовільно. Информация про доходы и обязанности финансового характера на новость там надано. По зарядцам мешканья характеризуется положительно. Как было сказано, коллектив вважает работать с такими проблемами, но при оценке социально-психологического климата в Петро-Оздиле есть таки зауважение, как негативный чинок, все будут отметить досить низкий рейтинг заступника начальника слідчого отдела в Петро-Оздиле, низкий. По стану дисциплини та законності за минулий період 2005-го року кількість заяв на неправомирені дії працівників міліції зменшилась з 17 до 13. У 2005-му році сталося длине звичайні події, це загиблий працівниками ліцей, когда пристосування табельно-вогнепальної зброї, визнано правомірним. Всього працівниками райвідділу у 2004-му році спояно 18 порушень правил дорожного руху, з них один факторування в стані алкогольного сп'яніння. Це начальне відділення карного руху Куршеве по звільненому з органів петро-Оздиле, за 2005-й рік працівникамера відділу військового дне порушення правил дорожного руху. Будь ласка, інформація закінчена. Будь ласка, питання. Питання є? Діля того, що роботи, ми проймали на новому руху, що завершало практично кожний день реступлення, когда применяли оружие, и группу задержались 5 человек, которые совершали грабежи в районе Одесской и по другим районам 5 человек. В принципе, результаты дают того, что патрулирование введено и круглосуточно там в виде работы. Скажите, пожалуйста, патрулирование дается еще не будет? Так оно вроде как незаметно, но дает то, что меньше преступлений, и заявление поступает о тех же уличных преступлений. Положительный результат дают. И чем вы можете сегодняшний день работать на дети? Получат по выбору? У вас аж рисовалось по-вести расселения? Тяжело так сейчас сказать. Главное дело находится сейчас на расследовании в городском управлении, в следствии в городском управлении. Процессуально, ну не процессуально, а оформление этой квартиры было допущено первоначально. То, что опекунский совет из полкома, когда при продаже квартиры дал разрешение, оно вроде как оспаривается, но хотя возбуждение уголовного дела было отказано прокуратура по данному факту, считают, что опекунский совет принял решение обоснованно. Из-за этого решения началась вся эта, так сказать, ну, мягко говоря, началась вот эта вроде как непонятная ситуация. Не было бы решения опекунского совета, не было бы и ситуации сама. После решения опекунского совета все формально было. Главное дело, что в последних изменениях чиновного законодательства, статья 5 закону по милиции, часть 5, регламентуя при затримании гражданина, разъясняти ему права и его права. Значит, никакие статьи Конституции в законе противных милиций разъясняют законы о законе? Право разъясняется, специально разъясняется бланк с указанием всех прав задержанных, и в том числе статьи Конституции 28, 29, 55, 56, 62, 63. В бланки вручаются лично под роспись и копия храницы дежурной части. Ищет, это не я. Скажите, пожалуйста, сколько было зафиксировано в районе нарушений закона выбора, сколько было составлено протоколов, и как вы вообще выполняли свои функциональные обязанности во время выборов? Участвовали ли сотрудники милиции в выборном процессе? Задача была, как работников милиции охраны общественного порядка, мы ее осуществляли. Тем более, территориальный избирательный участок, 176-й, находился на территории нашего района. Значит, за время выборов было выявлено одно нарушение, когда гражданка голосовала по ксерокопии паспорта этого время выборов, которое было направлено в прокуратуру района данное нарушение. Других нарушений за время выборов выявлено не было. Работники милиции, так сказать, в процессе выборов участвовали только со стороны охраны общественного порядка. А сколько сегодня возбуждено уголовных дел по вашему району, по выборам? Не одного вопроса. Спасибо. Еще питание есть? Предпринимаю? Висновь. 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 Зарекомендовал себя с позитивного боку, как грамотный организатор, умелый то профессионально грамотный керевник, знатно вырешивать вопросы в будь-який склад. Прощение было рекомендовано, меры приняты и были найдены подсвечения. Поясните комиссию, в чем дело, потому что загадкой сказали. Вчера дело в том, что на имя представленного министра муниципальных справ при управлении МС Харьковской области посетило поведомление от гражданина Катко, который проживает на улице Кацарская, 36-38, о том, что у него был похищен металл, а также сварочный станок. Поведомление пришло непосредственно в управление внутренних дел по Харьковской области, а также 6.04. данное заявление было зарегистрировано в Ленинском райотделе по факту кражи металла. Я выезжал на место, выезжала до меня следственная оперативная группа, на момент моего приезда в родил был собран первоначальный материал, осмотр место происшествия. Действительно, гражданин Катко, 34-го года, совместно с отцом, 32-го года, они длительное время, ну, как бы, один из средств их поддержки, их материального бюджета, был сбор металлолома. Они собирали металлолом, это двухэтажные дома, там стоят гаражи и строится СТУ. Значит, они собирали металл и складывали его на крыши гаражей. 5-го числа, примерно в 18 часов, сосед по фамилии Рыцов, который проживает в 40-м доме, увидел трех несовершеннолетних, двум было от 16 до 18, и одному где-то проведу, примерно 14 лет, которые пытались залезть на крышу гаража, отбережал металл. Значит, сосед спросил, почему, в чем дело, чего они хотят залезть, они говорят, да мы хотим забрать свой металл, сидим на машину с прицепом, сейчас должна подъехать машина, мы попробуем, мы повезем. Зная о том, что это металл, его соседи Катко, он этих несовершеннолетних прогнал. Но после этого они обошли с той стороны, и был бывшенный сварочный станок, который, вот единственное, что произошло, так сосед не дал возможности больше ничего. Поэтому факт, он, материал зарегистрирован, собран первичный материал, оброшены все соседи прилежащих домов. Значит, сейчас проводится комплекс мероприятий по скупкам, куда, скорее всего, был дан, похищенный вот этот сварочный станок. Просто я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что если человек идет, выводы, подает заявление на имя помощника министра о скоянном злочине, и при этом, как бы, не объясняет своих действий, то это немножечко ваш просчет. Я думаю, что в будущем вы обязательно это учтете. Скажите, пожалуйста, а как часто вы принимаете граждан? Есть ли у вас график такой, и сколько людей вы примерно принимаете за один прием? Значит, дело в том, что граждан я принимаю все время. Как было принято раньше, я не знаю, я просто снял это объявление, был приемный день в понедельник с 15 до 20. Но я в силу того, что бывают ситуации, когда человеку, заявителю, просто необходимо пообщаться, ну, морально может ему от этого легче, может действительно у него какая-то наболевшая ситуация, когда ему нужно пообщаться с руководителем. Есть ситуации, в которые я просто не всегда буду доверять. Ну, понятно, давайте не будем терять время. Я вас попрошу, вот то, что вы сняли, повесьте назад, иначе вы будете обвинены в нарушении одного из законов Украины. И у вас обязательно при входе должно висеть, абсолютно четко и понятно, когда кто принимает фамилии, имя, отчество, начиная от руководителя УВД и заканчивая вами. Я понимаю, но это время изменилось. А вот то, что вы принимаете все время, это достаточно нормальный факт. Но люди должны еще и твердо знать, что есть то время, когда они наверняка записавшись, с вами пообщаются. Еще вопросы. Украина. 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 Можно я начну? Да, могу. Скажите, пожалуйста, Вазовской район прогремел во время выборов своим открытым письмом Вазовских милиционеров, председателю Верховной Рады или господину Литвину. Можно пообщаться с теми милиционерами, которые писали письмо? Проверены прокуратуры и законы с решением от признанного с исполнением. А то, что там написали, даже не жмя лазовской милиции писали, что в общем-то милиция где-то там действие принимала. Такого не было, это не могу, это слово, честное слово, что-то слово не было. Понятно, но там были описаны определенные факты, которые посленно имели место. Ну, например, какие неоспоримые вещи, что там присутствовал начальник УБОС. Начальник УБОС постоянно был со мной во время выборов. Кроме этого был куратор, который является в виду Голована. Он от меня никуда не отвечался, мы не хотели туда все вместе, вместе с этим самым смотреть за охраной общественного порядка, общаться с председателем комиссии в Украине и других людей. А от охраны еще, от Николая Михайловича, его вообще не было. Ну, я по письму лично разбирался, там очень много таких фактов, которые не подтвердились, но сам факт того, что люди были абсолютно осведомлены о действии и нахождении сотрудников милиции, и в такой момент было направлено письмо, то есть я считаю, что вы должны были бы разобраться с этим. Я разобрался с этим и могу вам доложить, что там совершенно не правильно написано письме, я могу честно вам сказать, что там была совершенно другая ситуация. Если будет интересно, членам аттестационной комиссии, могу сказать, какая ситуация там была. Там была ситуация, значит, приходят люди и хотят оставить заявление. Значит, ну, на действия. Значит, дежурный поисполком, они снимают, то есть он и на камеру. Дежурный поисполком объясняет, что здесь член комиссии живет рядом. Я ему сейчас позвоню, он придет. С этим членом комиссии не подходят к комнате, где расположена комиссия. Открывают эту комнату. Значит, она принимает заявление, так официально его регистрируют. И в это время заходит мой заместитель. И это самое, говорят, охрана и общественного порядка здесь не нарушается, нет претензий, никому нет ничего, ничего не происходит, нет. Все, до свидания, мы пошли. Все это сняли на кинокамеру, они развернулись, вышли. Больше я никакими сведениями другими о каких-либо правонарушениях в компании не располагаю. Скажите, какова судьба сегодня головы территориальной комиссии? Работает он... А она? Она же бизнесмен, я не знаю. В общем-то, я неделю как-то был в отпуске. Ну, я хотел бы сказать, что человек скоропостижно умный. Кто? А вот женщины, да. Марина? Да. Я не знал. Ну, это вопрос не к вам, по большому счету, это просто как бы в виде информации. То есть совершенно при непонятных обстоятельствах. А когда вы? Ну, на прошлой неделе. Хорошо, это вопрос не по теме, я попрошу вопросы по московскому району, я просто немного отвлекся. Я не знал. Так, питание есть? Я хочу как-то дополнительную ситуацию. Я хочу сказать, что это вопрос, что это вопрос, что это вопрос, где это решение, что это решение, что это решение? Спасибо. 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 В этом квартале мы дали 30 формы 4. Мы на руку на минус 53 формы 4 у нас. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо. Те, которые еще живут в жизни, родил их на вечер 209, в принципе, приходят на повышение. Основные 10 человек – это люди, которые очень в возрасте, которые тяжелые. Я спрашиваю, сколько наставников у вас из числа профессионалов и ветеранов работает с молодежью? С молодежью работают те, которые постоянно участвуют в жизни и родилах, 7 человек. Какие наиболее важны характерные правонарушения или преступления для активства родителей? Исходя из анализа, например, на сегодняшний день, на кого себя преступленность сегодня? Продолжение следует... Проведенный анализ территории, которая более применительно была поражена. Определены 2 территории. Первый – Тернский массив и район Соснового гора. Тогда прогрессили маршруты по тренер-постовой службы. Также управление в области выделяет нам 2 дня в неделю приданных силам. Это, как я говорю, 134 человек. Все остальные. Потом прием за счет личного времени личным составом. Какой вид мошенничества наиболее распространения? Ну, там какая-то мошенничество связано с романом бабушек по видам различных там фондов, регионов. В частности, которые приходят в парню отдельно. Всылаются на решающую деятельность реформы. Скажите, пожалуйста, сколько у вас на комитете проведения? Некомпредельно сегодняшний день составляет 15 человек. А что вы говорите, так тяжко придобраться на свой склад? Значит, из 235 человек. Так что, ну, общего количества личного состава. Такой некомплект, ну, сложилось, значит, не хватает у нас из... Два начальника участковых, замначальника участковых. Вакансии. Штабное подразделение. Это начальника штаба. Остальные, это все равно водитель. Ну, есть у нас, например, два, две украинцы. Одна украина, одна старшая украина. И одну участковую. Рыбина, где-то, 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 где-то подобранный. Будет, где-то, где-то учатся. Как таковой текучести кадров, хотя бы, вот, я бы с моральделю. Нет. Нет. Еще пытания есть? Будь ласка, пытание есть? Нет. Нет. Поговорите. Нет. 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 У нас есть демошеннический путевок. Пол составлен для обзорных, вам, Галич и директор. Они там президентовали и прочее. Семьдесят материалы знакомы. Скажите, пожалуйста, карточка, что в этом районе, вот это они, в вашей должности, разворовались на все огромное обстоятельство на Антане, и сегодня они могут никакого забрать на завтра, принять решение, чтобы наказать виновник. Занимались прокуратурой в области, в частности обращались в предприятиях, подавал материалы, эти серьезные дела. Но они пишут, что в Алтяговский район были поданы материалы по незаконным учреждениям. Какая судьба этих материалов? Чем занимался? Значит, вы в данном контакте на следующее время слушаете вы о том, что вы не понимаете. Хотя судьба принял решение в пользу товарищ, опять же судьба ее изменил, сегодня и еще уходит закрыт. Это вы видите, Харьковский суд? Да. Ну, когда мы работаем в Бахахе, Харьковский суд, одни решения можно носить, это Октябрьский суд, другие решения можно носить. Октябрь совершенно не отменил. Да, быстрее всего будет так, что как бы ни возбуждено, можно делать по суду. Но суд само собой. Там есть нюансы, которые говорят, что вы не имеете отношения. Вот милиция как-то... Она что, беспомощна? Милиция не будет сложно. В настоящее время, в настоящее время, расходят раданские спормы, например, вот, которые Харьков по-своему считаются высотными. Пока этот спор не будет как-то разрушен, если участвуют в том, что полианские, полианские, если кто-то с другой стороны, нарушение честного партнера, нарушение честного порядка. Если какие-либо влияния, какие-либо указывания на составы преступления, на том числе не будет. С этим заявлением, которые поступали от одной и второй стороны, с того момента решения в том, что непосредственно в том, что право в том, что что точнее, Также можно обращаться к телефону. Она звонит. Скажет мне. Да, так и в составе информации. Более этого выделяем помощь сотрудникам милиции. Это участковый контроль, которое... Ну были факты, когда милиция не легенда. Тогда ответили на такой вопрос. Пришли на садах. Где-то 2002 года. Было восстановлено право стариков. Человек судился, судился хозяин квартиры, инсульт получил. Обращалась исполнительная служба района, в Ортявский район, чтобы решение осуществить и усилить граждан депрессия. Они ссылаются на то, что постоянно милиция отказывала им участки о привлечении, так сказать, в порядку соседки, которая Прокильский не давал возможности, а взорвала их квартиру, и тем же, на том, на том, на том. Там же, если подайонный у вас есть, я скажу сейчас, как его. Участковый. Юйшин Дорьевна Николаевич. Он, значит, практически вверх не принимает, и, собственно, стоит на стороне этой соседки, которая разломала старикам помещение, снимала плитки газов. Люди не свалили в семи соседок. Они газовый плит нет, никого нет, ничего нет. Не дает им практически жить. И этот участок просто игнорировал. Ссылаясь на то, что вот здесь какой-то Константинов Александр Леонидович, который предъявляет удостоверение Верховной Рады, и которого боится весь райотдел. Когда я пробил эти вопросы, оказалось, это Константинов Александр Леонидович. Эдуард, как это, не привлекался, а в райотдел, доставлял и в Октябрьский, и в Зежинский. Значит, можно установить этого человека, кто такой там влияет, что жизнь старикам и столько. Но уже стоит этот ответ, что практически не жалит после института. Значит, то, что касается помощи или не помощи исполнителя, значит, все это проходит уже через канцелярию. По каждому обращению мы даем ответы сюда не будет. По каждому обращению исполнителя будет. Против того, что мы выделяем сотрудника в помощь. Игорь Алексеевич, я, чтобы не отвлекать людей, я вам предоставлю документы, по которым обращались копии, обращались в райотдел, и никаких первых райотдел не принимал. Я вам предоставлю документы, и вы увидите в этом сами. Вероним, пожалуйста, как реагируют на обращение граждан вообще? Были жалобы? Кроме этого? Да. В 2005 год поступило 64 жалобы, из них 3 на сотрудникам милиции. После сотрудникам милиции я на жалко не подозреваю. Врут на милицию, наверное, да? Наговаривают? Наговаривают на милицию, да? Нет, они не наговаривают. Я считаю, что жалоба не подозревала, если работники милиции были. Игорь Алексеевич, скажите, пожалуйста, какое было ваше личное участие в попытке уничтожить литературу кандидата в народные депутаты Ющенко, которая стояла у вас в Октябрьском районе ночи? Я понял, как вы о машине говорили. Значит, эта машина даст согласно документации, которая есть в райделе. Было доставлено на Октябрьский райотдел из Сычинского поста. В 6 утра. У нас милиция на милицию. Протокол задержания и соответствующие материалы задержания составлял Харьковский райотдел. В основном районе в райотделе арестировался только рапорт работника ГАИ, который арестировал данный материал. Машина задержалась. Ее опечатали. Ее просто выставили на сохранное сохранение. Утром при работнике Харьковского райотдела подвели документы и заправили эту машину. Скажите, пожалуйста, какое участие господина Дятлова совместно с нами? Я вам задал вопрос. Какое ваше участие было и какие были предприняты действия по уничтожению литературы, попытке уничтожения литературы, принадлежащей избирательному штабу Ющенко? Каких либо фактов уничтожения или попытки уничтожения литературы не было? Игорь Алексеевич, я задаю вопрос в третий раз. У меня есть докладная записка одного из ваших сотрудников, который прямо говорит, что вы занимались и вы давали команды, распоряжались и ввели прямые указания по поводу вскрытия машины. Решите отвечать? Конечно. Значит, то, что касается повреждения литературы. Я лично и Дятлова никаких команд, а своих подчиненных не давал по поводу повреждения литературы. Кто давал команды? Вы находились в это время. У вас был Мельниченко, у вас Дятлов был в кабинете. Кто давал такие команды? Кто руководил этой операцией? В 11 часов дня данная машина уехала. В книгах о доставлении машины есть соответствующие отметки. Хозяев груза, водителя, чтобы на них груз был рассмотрен. Там написана расписка о том, что никому обратно за ними. Все эти документы есть в районе. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, каким основным законом вы руководствуете своей деятельностью? Как это было в правильном законе милиции? Скажите, пожалуйста, вас характеризуют как коревника, профессионал высокого ревня. Как вы себя характеризуете в этом отношении? Характеризуют, что нужно постоянно работать над своим совершенством. Скажите, пожалуйста, какие отношения с вашими подчиненными сложились в райотделе? Я думаю, что исходя из того вопроса, который был осуществлен, сотрудники изъявили желание ответить в райотделе. Скажите, пожалуйста, почему только из вашего райотдела ваши сотрудники приходили на прием к помощнику министра с жалобами на вас? Я вам привожу эти факты. Приходили ко мне. Почему ряд людей, работающих в вашем коллективе, лишены служебного роста исключительно потому, что вы так хотите? Почему к вам подходят люди с просьбой перевестись на более высокую посаду, а вы говорите нет, не аргументируя это? Скажите, пожалуйста, почему у вас начальник дежурной части в течение четырех дней получает два взыскания? Скажите, пожалуйста, почему еще ряд людей отзываются резко негативно о вас? И вот это все, что написано, совершенно противоположно. И я вам абсолютно точно говорю, у вас отношения с коллективом не сложились. У вас сложились отношения только с двумя своими заместителями. В четвертый, скажите, пожалуйста, а почему прошлая власть вас ругала? Почему почти на каждом из совещаний Денисюк вас поднимал и говорил, что вы завалили работу в районе? Как этот высокий профессионализм можно оценить? Вот Иван Альчин даст соврать. Он вам намекнул на то, что ставились задачи определенные, с которыми вы не справляетесь. Скажите, пожалуйста, почему у вас огромная текучка кадров? Почему с вами не могут люди сработать? Конечно, по текучке кадров я не знал. Вот я смотрю, текучки кадров нет, если брать хоть по среднему... Сколько у вас было за последние два года первых замов? Сколько от вас ушло в первых замов? С заявлениями я не могу с ним работать, потому что это самодур. Это только касается... Три человека. Которых, которых ни одного не назначили. Три первых замов, правильно. Их назначали не вы. Но три первых зама от вас ушло с одним единственным этим... С этим начальником невозможно работать. Молодой еще и старались. Значит, я абсолютно четко и твердо высказываю свое мнение о том, что данный сотрудник, наговорный Игорь Алексеевич, не может быть и не может продолжать службу на должности начальника Октябрьского РОВД. Игорь Алексеевич, начальник РОВД. Игорь Алексеевич, начальник РОВД. Прошу права на сумму. Разрешите вопрос? Да, пожалуйста. Александр Валерьевич, здесь у него фактик, который, я не знаю, нам неизвестно членам комиссии. Я хочу спросить, проводилась ли какая-либо проверка? Или подтверждены ли эти факты? Какие там тренды вас интересуют? Ну, много называли фактов. Как бы неправомерная деятельность данного начальника РОВД. Не неправомерная. Я назвал первый факт. Человек не может работать с подчиненными. Я готов эти факты привести. Я думаю, что мое выступление будет оспариваться. Я готов сегодня. То есть, если действительно такая необходимость возникнет. Более того, я... Ваши слова не оспариваются. Я думаю, что у нас существует процедура, и говорится, что это служебное расследование. Внутренняя безопасность инспекции. Я думаю, что служебное расследование уже давно проводится. По факту уничтожения литературы. Потому что такое поручение замминистра Путин дал начальнику управления. И я думаю, что он будет параллельно расследован и мной. Я уже начал такое расследование. Я уже побеседовал с рядом людей. В том числе с Дятловым, с Могилевским. Еще Мельниченко. Еще тех людей, которые выполняли задачи поставленные. Но я совершенно четко говорю, что то, что происходило в Октябрьском райотделе, происходило только сведомо его начальника. Потому как иначе быть не могу. Или что, приезжали замначальника городдела, приезжал начальник городдела, приезжали еще кто-то. А начальник райотдела в это время отдыхал дома? Нет. Ну, естественно, они по одному из тех фактов, которые указали, служебная проверка не проводилась. И все эти факты пока не имеют своего подвижения. Ну, ничего страшного. Она проведется. Такое указание дано конкретно по этому случаю провести проверку. Потому что это одно из резонансных харьковских дел. Да, благодаря умелым действиям и патриотично настроенным сотрудникам, факт уничтожения не произошел. Но мы же должны сегодня сказать, кто? Назвать героев, назвать врагов условно. В кавычках врагов. Дальше, те отношения, которые у вас... Я специально не задаю вопрос и не хочу задавать. Те отношения, которые у вас... Политические ваши прерогативы, они перерастали чуть ли не в меры физических воздействий. Те, кто не за это, так чуть не бить будем. То есть есть ряд фактов. Я хотел бы объективного расследования. Я совершенно не против вас лично. Вы мне симпатичны. Я против тех действий, которые применялись. Я хотел бы до конца понять ваши взаимоотношения с вашими подчиненными. Ну и вообще, честно говоря, когда, ну будем говорить, та старая власть, которая вот такая плохая была, но тем не менее она о вас была не в восторге. Лично о вас. Я твердо знаю, что... Я лично общался с Денисиком по поводу вас. И он тоже очень отрицательно о вас отозвался. Вы сейчас пришли, сейчас та же самая ситуация. Приходит молодая девочка, которая вот просит, дайте мне работу, я хочу, я мечтаю. А вы говорите, нет. У вас получает начальник дежурной части два взыскания за три дня. И вы ему говорите, загоню, заможайся. Здесь изгниешь. Это нормально разве? Во-первых, это девочка, о которой вы уже забыли. Никто ей не мешает назначаться. Уже никто ей не мешает назначаться. Потому что она уже у вас спрашивать не будет. И то, что касается объявления двух взысканий, начальник будет назначаться. У него было, так сказать, а то мы объявили буквально три дня назад. Потому что начальник дежурной части, который я должен показывать, в своем личном примере, и вы понимаете, что служебный обязан, он на протяжении трех недель не посвящал занятия по служебной подборке. Вы знаете, формальные поводы, это всегда был наш козырь. Потому что по формальным поводам можно кого угодно и выгнать из милиции. Тут присутствует замначальника 5 и доступных начальника ОВП. У вас есть? По этому факту какие-то дополнительные? В этом факте, в том числе диалога, поэтому мы готовы участвовать в комбинах, если мы не проверим. Пожалуйста. Это абсолютно четко. Это письмо Фокина было, вот первый отдел подтвердит, что конкретно по этому случаю в том числе... Думаю я такое предложение, что сейчас перенести... Да. У меня вопрос еще есть. Значит, товарищ, ну давайте, я не знаю, конечно так. Вот скажите, пожалуйста, вы взыскание имели по своей профессиональной работе? За прошлый год за этот? За прошлый год за минуту сказали. Сколько вы верите? За одно. За что вы верите? За отсутствие показателей. Не за отсутствие показателей, а за отсутствие протокола. Протокола? Да. Ну низкие показатели, это подбился в взяточной отказке. Низкие показатели почему? Не было показателей, на этот момент получил достанность, делал вывод, в настоящее время он был на 4 уровня, делал взятки, и так на вопрос было? Ну, вы понимаете, вот я хотел бы, чтобы поверить его принципием национальной стороне. Вот мы сейчас говорят эти сказки. Ну да, там жигал книги, не сжигал, не будем доказывать, или кто будет доказывать до сегодняшний день, но стоит вопрос, только за эти книги, которые там кто-то сжигал, значит, нельзя сразу рубить судьбу подполковника, молодого человека. Есть вопрос такой вот, если профессионально сейчас проверить его, всем подключиться, как он себя почувствует на комиссии, значит, тогда можно уже и разговаривать. Но мы же сейчас оцениваем профессионально то, что зрение. Значит, возможно, где-то он был не прав, где-то не досмотрел, где-то сожгли под документы. Это преступление. Документы не сжигали. Я извиняюсь, я еще раз бы подчеркнул, что мы сегодня на аттестации говорим не о том, кто чего сжег, а мы сегодня на аттестации говорим о том, что человек в течение всего периода работы, длительного времени, не смог организовать. Это единственный начальник отдела, на который жалуются его подчиненные. И так далее. Столько материалов на начальников, которые работают сейчас. Если я подниму, вот на Автягский район, у меня практически нет. Вы знаете, а на другие районы, море, и причем очень серьезно, где людей избивают, где истязают, где убивают людей, где все. В Автягском районе было, чтобы что-нибудь подобное, чтобы искалечили человека, или убили, или сбили. Я его вижу в первый раз. Я не защищаю, но я просто хочу, чтобы... Я счастлив в том, что господин Клементьев в нашем городе хоть кого-то защищает. Спасибо большое. Вот. Поэтому... Я как председатель комиссии, я считаю, что сейчас надо разобраться с этим питанием, перенести аттестацию, поручить... С питанием не надо разбираться. Оно само собой будет разбираться. Сегодня речь идет об аттестации. Я предлагаю Игоря Алексеевича перевести с меньшим объемом работы. Там, где коллектив поменьше, работа потише. Я не возражаю против назначения его на меньший райотдел. Не возражаю. Потому что судьбу ломать человеку действительно нельзя. С меньшим объемом поработает, проявит себя, получит положительные отзывы. Может, московский дадим, может, город. Правильно, Игорь Алексеевич? Так считается. Для начала надо повысить служебное расследование. Если действительно оно все подтвердится, тогда мы делаем понижение на аттестацию. Я сегодня категорически разделил бы эти две вещи. Абсолютно четко разделил бы. Одно дело это служебное расследование по данному факту, который возбуждает замминистра, а другое дело личные качества, отзывы и так далее. То есть я не поленился. Я пообщался с коллективом. Я подготовился к этой аттестации. И сегодня я вам говорю. А служебное расследование по факту попытки уничтожения литературы, оно в итоге может привести и к уголовному делу Иван Иванович. Поэтому я просил бы сегодня с аттестацией этот факт никак не смешивать. Это две разных вещи. Павел, можно? Да. В следующем заключении психолога, владелец, встречаемым районам с милосредственным коллективом и его рейтингом. Понимаете? То есть он идет в разрез с тем, что приходили сотрудники к вам и на него жалуют. Поэтому я считаю, это надо все-таки еще раз, чтобы вы проверили, действительно эти жалобы подтверждать здесь и так. У меня такой вопрос. В комплексе. В комплексе. Проверили, да. Ну, показать вам я тоже не могу. У него середина, я не могу сказать, что он худший. Есть худший, есть лица. И по контрольным преступлениям. У него вообще ни одного контрольного преступления нет. Он все раскрывает. Рассказывают все разбои, рабжи, убийства. Все такие преступления. Ну, тоже, что в личной составе. Я тоже собираю криминальный блок на таких жалоб, я наверное не слышал. Криминальный блок, по крайней мере. Может быть, осталось? Иван Иванович, ныне, слава богу, сложилась та ситуация, когда люди идут к помощнику министра с тем, чтобы рассказать то, что они не могли рассказать до этого никому. Поэтому у меня сегодня есть замечательная возможность. Мне сегодня доверяют люди. Мне приходят люди и university talk. Чистосердечно, откровенно, что где происходит. Говоря, что во всем остальном городе Харькова в милиции идет круговая порока. Вот моя задача сегодня — убедить людей, что милиция повернулась лицом к народу, моя задача сегодня — убедить людей, что что-то происходит. Происходят какие-то ротации. Происходят какие-то назначения. Появляются какие-то новые сотрудники милиции, которые иначе мыслят, не вразрез со всем остальным. То есть мы сегодня должны поступать таким образом, чтобы люди нам начинали верить, они говорили, как было, так и осталось. И не верим ни министру, ни президенту, только обещали. Так вот в этом состоит задача. Мне сегодня люди немножко больше доверяют, немножко больше рассказывают. Я категорически хотел бы, чтобы степень доверия к министру была такой в равной степени, как и степень доверия к тем сотрудникам, которые работали при старой власти на руководящих должностях. Спасибо. Скажите, пожалуйста, на каком месте в сегодняшний день находится Артемская района? По показателям. Четвертая. Значит, вы говорите. У нас деревья двоих. Яргарский район. Яргарский район. У нас деревья городских районов. На четвертом месте находится район Артемский район. Значит, как тогда расценивать, что те, которые находятся на девятом, на восьмом, проходят эти статусы, а этот, который находится на четвертом, не проходит эти статусы. Это просто рассылка принципиальный вопрос. Если такие показатели, так почему тогда все управление внутренних дел ошибалось, давая показатели, четвертое место Артемского района. Вот я не знаю, если мы аттестуем, давайте тогда, по каким показателям поаттестуем человека? По плохим показателям? Если он на девятом месте, вопроса нет.